Доброе утро, друзья! Приходится кричать. Сегодня я снимаю не на ту камеру. Сегодня я ту камеру, которая самая красивая снимает, оставил в Диане. В четверг почти... Почти 6-7 утра. Да, 7 утра. Значит, пришло время идти на работу. Мне так тяжело приходится кричать. Камера сама по себе. Звук немного портит. Это та камера, да? Ох, еще и машины рядом ездят. Поэтому условия так себе. Веселая прошла ночка. У Дианы поднялась температура. 38,5. Которой нам пришлось, слава богу, успешно бороться. Сбили ей температуру. Уснула. А, и сама как ребенок. Сейчас ночью просыпаюсь, а она кашляет, что-то горло у нее першит. Но встать, таблетку пойти? Сама, ну никак. Ну, пришлось саму вставать. Идти давать ей таблетку. Всем доброе утро, друзья. С вами Диана Джигурда. И я вещаю. Я очень сильно заболела. И да, сегодня мне, конечно, уже получше, но у меня пропал голос. Ну, спасибо Леша, он меня вычухал вчера ночью. У меня была очень сильная температура. Я очень горела. Я думала, все, капец, я умираю. Я кашляла. Я думала, все, капец, я задыхаюсь. У меня параноичка страшная. Это страшное дело. Я даже не поехала сегодня на зачет, потому что очень плохо. И я думаю, что если я поеду, я еще больше заболею. Зато есть и хорошие новости. Давайте мы на выходных, скорее всего, поедем к родителям украшать елочку там. Посмотрите, как у нас это происходит с семьей. И, конечно же, мы хотим уже украсить елку и дом у нас здесь, на Кремлевской. Но у нас, к сожалению, все упирается в Лешину стипендию, в финансы, которая сейчас полностью зависит от приватбанка. То бишь на то, что Леша рассказывал два видео назад. Все у нас, в принципе, упирается в эту проблему. Попью сейчас чаек, буду пить потом порошок. Леша мне сказал строго-настрого сегодня пить порошки, лечиться, сидеть в кровати. Он приедет так поздно с работы, мне весь день нужно сидеть самой. Это, конечно, полный стой. Короче, я поела, попила чаек. У меня был опять сильно голос пропал. Сейчас более-менее чуть вернулся. Скушаю киндер, посмотрю, что там внутри. Нет, у Армаза, три часа думала, как же это открыть. Оно просто надо наверху вот так вот открыть его. Вижу какое-то сердечко. Что-то такое, колечко, что ли? О, класс, еще одно колечко. Буду колечки, ой, е-мое, буду колечки носить. О, пожалуйста. Бижутерия. Золотой век отдыхает. А что с этим делать? Еще какое-то сердечко. У меня аж был розовый киндер, типа, принцесска. Во, пожалуйста. Надо вставить картинку в этот сердечко туда, и в итоге у меня получится супермодное колечко. Сейчас я это сделаю. А вот тут еще принцесски всякие, что-то там. Ундина хотела сказать, вспомнила про сериал Ундину, может кто знает. Рапунцель, спящая красавица, золушка. И это как ее, Ариэль, русалочка. Господи, забыла уже всех принцесс. И на какую-то руку рассчитана вообще как бы. Как мне это носить? На мизинце? Она даже не растягивается. Во, как я вам модная. Леш, тебе нравится, Леш? Как тебе? Красиво, да? Чухня, блин, ну буду носить. Все, спасибо. Яйцо я съела, даже не заметила. Это я так лечусь. Все, я уже домонтировала видео, уже оно готово. Я сижу, достаю фотографии в инстаграм, и многие девчонки выкладывают свои градусники. Кто под капельницей лежит, выкладывают. Вот температура там 38, 37, под 39. И все это выкладывают. Знаете, все это лайки, вот эти фотки, как будто всем нравится, что ты болеешь. Я этого бреда не понимаю. Вот сколько я болела, сколько у меня температура была. И ставили мне капельницы, так неудачно бывали в больницах. Я очень много лежала, зовут Систина. Мне так кололи капельницы, что я на всю жизнь запомнила. Я чуть ли не... Я плакала один раз, потому что мне... Она не могла поставить нормально капельницы. Она мне просто разодрала эту вену. Кровь шла обратно в шприц, было жутко больно. Надо давать в другую руку колоть. Меня все просто дергало. Мне еще было очень обидно. Там отношение было дебильное в этой больнице. Я хотела всегда домой к Леше, и поэтому я раньше времени даже сбежала с той больницы. Вот, криминал, короче. Криминалити. Вот, меня уже начало немножко тошнить. Вот. Наверное, надо поесть пойти. Мивинки. Сразу полегчает. Я, видно, объелась сладостей. И поэтому вот я что же за этот инстаграм говорю. Блин, это, мне кажется, перебор. Выкладывать свой градусник. Типа, пожалейте мне, или как это. Ну, я не знаю. Я этого не понимаю. После операции себя выкладывают. С капельницами. Е-мое. Ну, нафига вы это делаете? Ребят, ну, посмотрят, лайк поставят и забудут. Вас не будут жалеть. Вас пожалеют там 2-3 человека, которые бы вас, в принципе, и без этих фоток пожалели. Я считаю, что... Каринка пишет. Считаю, что просто, ну, не нужно этого делать. Это такой, это перебор какой-то. А кто-то будет сидеть и думать, ой, ура, она заболела, чтобы она сдохла, понимаете? Ну, такое. Не самое лучшее, что может быть. Вот, заведите канал на ютубе, влог, как я, и рассказывайте, это жизнь не происходит. Я вот полдня провалялась в кровати, мне уже все надоело. Я потом попозже хочу курицу с ананасами приготовить, потому что Лешка любит ананасы. Мне чуть осталось с его дня рождения. Ну, сидеть весь день дома, это пипец, это скукотища, нереальная. Я видела котика в окно, сидит котик на дереве, так высоко, уже взрослый. Вот забрался и сидит, он, наверное, не может слезть. Уже, наверное, больше часа-два он там сидит, бедняжка. Я его не смогу достать слишком высоко и далеко, и холодно на улице, я уже не выйду как бы за ним. Мне бы жалко. Но рано или поздно слезет, когда кушать захочет, правильно? И в соответствии с инстаграмом я еще к чему говорю, к тому, что в основном, да, мы сами виноваты, что мы болеем. Я лично сама виновата была, что я заболела с иститом. Сама виновата, что сейчас заболела вот этим гриппом или что это, потому что я один день просто выходила без шапки. И в основном мы, девчонки, так из-за этого и болеем по своей глупости. Поэтому жалеть себя, просить, чтобы тебя жалели другие. Приятно, конечно, когда тебя жалеют и тебе заботятся, там внимание, траляля, но нужно понимать объективно, что мы сами виноваты. Вот если там человек болеет, реально какую-то болезнь страшную, она ниоткуда взялась, там наследственная, по случайности, тогда да, тогда да. А так, сами виноваты, сами заболели, теперь жалеете нас. Китька, вон, видите, беленькая, вот, вот, вот это, это Китька, просто ее плохо видно. Я ее звала-звала, она все никак не слезет, она три часа сидит. Эти голуби, блин. Кить, иди сюда, иди. Я тебя кормить буду. Иди ко мне на подоконник. Ты дурна, я тебя долго звать не буду. Кись-кись. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне, слазь того дерева дурацкого. Ну давай, слазь. Не хочет видеть. Не хочет. Ну и сиди там. Я уже пью второй порошок. Честно говоря, такая гадость, капец. Мне уже, мне очень сильно тошнит. А что если меня тошнит от этих дурацких порошков? Честно говоря, я не переношу вкусы вот эти все. О, лимон и малина, честно говоря, такая какашка. Сбор больного блогера, а еще и слепого. Очки, стептифрил, батончик, камера, орешки, радусник. О, боже, радусник, я не делал жить после горячей кружки. Кружка с, блин, дурацким порошком. Котик, которого я вот это вот пыталась снять. Звала его, он уже сбежал. Видите, никого там нет. И мне так стало обидно. Даже не знаю, почему так стало обидно. Просто я хотела ему помочь, я его звала. Там, говорю, давай, покушаем. Там, окно открывала. Надолго, конечно, просто чтобы его позвать. Он от меня отморозился и ушел, понимаете. Вот они, коты все такие эгоисты, ничего не скажешь. Посидел, сколько ему надо было, а ушел. А я его звала. Мне так его действительно жалко было. Коты вроде бы как не переносят холод. И вот я его звала, но он на меня внимания никакого не обращал. Сейчас пойду померяю опять температуру. Все, лежу в кровати с купленов. Леша говорит, поснимайте по прическе. Как делать? Ну, мне так реально нехорошо, что какие прически. Еще с таким голосом. Этот же ролик будут потом и так смотреть люди. А я с таким, блин, ужасным голосом показываю прически. Я хоть немножко себя привела в порядок. Запряла косичку. Мылась, покупалась бы. Я так и сидела весь день в кровати, потому что у меня было плохо. Я не вылезала. И, короче, сидела, сидела себе и сидела. Сейчас выпью чай. Зеленый с медом. Большую-большую кружку, потому что горло у меня болит. Вот меня сейчас больше всего беспокоит горлышко. То есть ничего больше. Я модная. А потом хочу сделать вот такую маску. Которая у меня уже сто лет лежит. Пора бы уже ее сделать. Как бы если я лежу весь день, то нужно как-то хоть немножечко с пользой это провести. Плюс я сделаю что-то вроде небольшой конечной заставки нам на ролике. У меня есть одна идея. Надеюсь, она получится. И будет неплохо. И вот уже у меня скоро разморозится курочка. И буду делать ужин. Хотя мне так тяжеловато немножко соображать. Все, пойду обратно в кровать. Короче, моя маска в три этапа. Здесь написано. Значит, интенсивно увлажняет, укрепляет и подтягивает шкуру, кожу. Это, в общем-то, на первом этапе. Значит, мне сейчас нужно 15-20 минут сидеть с маской, которая типа... Типа очищающая, вот первый этап. Потом нужно сидеть с органической коллагеновой маской. А потом с органическим кремом. О, боже мой. Это на целый час, походу. Потому что с одной 15 минут сидеть. С другой 15 с кремом. А, крем просто нанести. Полчаса для красоты. Ничего себе. Да, голубого цвета. И вот жизненькая. Сейчас буду наносить. По ощущениям, гадость редкостная. Она такая, знаете, такая липкая, тягучая. И вот она так блестит на лице. И это просто какой-то кошмар. Фу. Оказалось, что это еще и маска-пленка. То есть она сейчас застынет, я буду это снимать. Я никогда в жизни этими масками не пользовалась. А, фу. И они меня пугают, честно говоря. Сейчас постараюсь, что со мной больше себе. Пол лица из дырмы так страшно. Какой-то дрянь теперь снять. Видите, какое оно все. Фу, блин, пипец. У меня сейчас паника будет. Вы большего дебила, чем Диана, просто не найдете. Кто наносит маску-пленку на брови? Объясните мне, пожалуйста. Я себе только что чуть-чуть брови даже выдернула. Я просто, когда нанесла маску, я думала, это просто маска. Я почему-то не дочитала до конца, что это маска-пленка. И мне так только что было больно. Я ее издирать и никогда в жизни больше этот бред не куплю. Фу, это просто ад какой-то. Все лицо болит. Черт еще какое-то. Чем такие маски делать? Я думаю, если бы сейчас пришел грабитель, он бы убежал в ужасе. Это, короче, второй этап. Типа, что это там, увлажнение, чешо, че питание. Наверное, питание. Тут так огурцом оно классно пахнет. Это явно поприятнее, чем то, что делала только что. Никому не советую маску-пленку. Это какой-то капец. Все, теперь с этой сижу 15-20 минут. Ой! И крем потом нужно нанести. Капец, болеет одна, блин. Салон красоты устроила. Я сделала уже последний завершающий этап, ну, когда крем нужно нанести. Я, блин, волосы тут себе взяла, попортила. То, блин, нанесла нехту маску-пленку, то еще что-то. Ну, короче, черти что сделала, блин. Ну, уже нанесла крем. Очень приятное чувство после него. Напахло мне каким-то бабушкиным кремом. И вообще, такую маску утренную я покупать больше не буду. Сплошная морока. Эта пленка, это вообще какой-то ужас. Вторая маска вообще слишком жидкая. Куча в ней воды была. Лучше брать вот эти маски, типа Анисфри, что я брала. Вот эти, ну, такие одноразовые. Они такие жидкие прям. Ну, короче, я не в восторге. Хотя лицо себя хорошо чувствует, но... Мне неудобно, некомфортно, слишком долгий процесс. Я вот оделась просто, чтобы Лёшу встретить. У меня ключ магнитный. Ну, в смысле, дверь ему открыть в подъезд. Мы до сих пор второй ключ магнитный не сделали. И все, и наконец-то уже он придет домой и поснимает немножко. Добрый вечер. О, вечер начинается с пения холодильника. Да, Деваська? Как обычно. Как обычно. Деваська со своим голоском, полупропавшим, полусержим. Да, полупал. Все, в общем, пришел я с работы. Хотел, если честно, кучу всего поснимать на работе, но... Но что-то пошло не так. Именно было очень много работы. Поэтому обошлись без этого. Поэтому обошлись без этого. Я не повторяюсь, я не повторяюсь. Кто у нас теперь по расписанию? Кушать. Кушать. У тебя всегда по расписанию кушать? У меня такое расписание по жизни. По жизни. По крайней мере, сегодня точно. Да. Так, а что у нас тут у нас в столе? Делать только на быструю луку, филешку. Чем там? С ананасами, рис и винегрет. Это у нас работает чуточка. Да, Деваська? Да. Подавитесь на майонез. Как ты себя чукаешь? Нормально пойдем. Нормально. Влечим или влечим? Куда деваться? В общем, все, будем выкушать. Приятного аппетита. Еще раз по громчика не слышно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Удень закончился. Удень закончился сериалом «Ходячие мертвецы». Все так же «Хапсы». Хапсы, да. Мертвые хапсы. И вот Деваська. Чаек с лимончиком. И мед, который передала мама. Мама с папой передали. Липовый мед, который Диана вертит носами. Не хочет кушать. Но мы ее заставляем. О, «Ходячие мертвецы». Да. И на комментарии ваши отвечаем. Да. А вы догадаетесь, кто притворяется, что спит. Это же... Диана. Диана, Диана. Диана, ты спишь? Отбрыхло, малый. Полминуты назад я вышел из комнаты. Она не спала. А тут спит. Давай. О, Боже. Давай, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok